Иосиф Иосиф Меня зовут Амрам. Это моя жена Йохаледа. Мой сын Аарон. Моя дочь Марьян. А где другой твой сын? У нас точно нет детей? Нет. Люди говорят, твоя жена была беременна. Похоже, она разрешилась. Значит, родился ребенок. Мальчик. Нет. Значит, люди солгали. Отпелось от нас людей, ничего не могли сказать. У меня нет других детей. Они еще вернутся. Нужно что-то делать. Кто-нибудь проболтается. И они найдут его. Мальчик. Мальчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это иудейский мальчик. Мы должны отдать его солдатам до его отца, госпожа. Нам приказано доносить о таких младенцах. Какой хорошенький. Стало мне взять его на руки, как он перестал плакать. Я ставлю его себе. И ослушаетесь приказа фараона? Кому, как ни мне, дочери фараона не подчиняться ему? Как моя госпожа собирается кормить дитя? Найду ему кормилицу. Госпожа! Кто ты? Как ты посмела прийти сюда, девчонка? Это запрещено. Я знаю женщину, которая может быть кормилицей. Она тоже иудейка. А ты уверена, что она захочет? Да, госпожа моя. Раз так, я заплачу ей. И возьму ее под свою защиту. Госпожа очень добрая. Но при одном условии. Когда ребенок подрастет, ты приведешь его ко мне во дворец. Он будет мне как родной сын. Как ты думаешь, узнав об этом, женщина согласится? Да, госпожа. Значит, решено. Я назову его Моисеем. Ведь я вынула его из воды. Уж лучше бы мальчик умер. Отец! Ты тоже хороша, Мариам. Побежала, не сказав ни слова. Но чуть с ума не сошли от беспокойства. Я знаю, какое у тебя сердце, Ахаведа. Мягкое, любящее. Когда придет время отдавать ребенка, оно разорвется на части. Подгое. Ты хороший человек. Ты ежедневно молишься и любишь Бога. Но ты не знаешь его. Я вижу в этом провидение. Это не принесет тебе ничего, кроме горести и печали. Госпожа, мальчик по имени Моисей. Какой ты красивый мальчик. Ты знаешь, что будешь жить со мной во дворце, Моисей? Своего сына у меня нет. Ты будешь мне вместо него. И я буду любить тебя и заботиться о тебе, как родная мать. Обещаю. Моисей, я слышал, ты должен явиться к своей матери. Да, мой царь. Тогда не буду тебя задерживать. Слушаюсь, мой царь. Идемте. Поразительная схожесть. Такого еще не было, мой царь. А дожди и ветры? Со временем не сотрудничали? Для его строительства выбран самый твердый и долгостойкий камень, царь Моисей. И он сможет простоять тысячи лет? Десять тысяч лет, царь Моисей. Как я могу молчать? Видя, как фараон издевается и уничтожает этих людей. Это же мой народ. Нет! Все, что я имею, дала мне ты, мама. Но разве я могу забыть, что родился иудеем? Что у меня есть брат и сестра, которые тоже иудеи. Поднимайся! Живо! Он мертв. Что происходит? Убит надсмотрщик, мой царь. Кто его убил? Моисей! Ты его убил? Я только хотел преподать ему урок, царь мой. Какой урок? Что жизнь египтянина стоит меньше, чем жизнь иудеи? Это нельзя оставлять безнаказанным, мой царь. Мой господин, Моисей пользуется своим высоким положением. Но закон выше его. Он убийца. По закону, мой царь. Да, сядь его. Сядь его! Поймать его! Поймать его! Немедленно прогоните отсюда свой паршивый скот Или мы заберем его В качестве платы за воду, которую он выпил Мой отец заплатил вашему хозяину за эту воду Да, он заплатил Но мало Столько, сколько тот просил Отец может заплатить и больше Но это не вашего ума дело Уходите отсюда, я сказал Иначе мы возьмем не только вашу скотину Моему другу нравится мясо иного сорта А он сильный мужчина, я его не удержу Насколько сильный? Насколько? Насколько? Скажи своему отцу и Афору, что мой господин повышает плату за воду Я и мои сестры в большом долгу перед вами, господин Как тебя зовут? Сипфора Сипфора До этой минуты Когда-то этот мерзавец ползал передо мной на брюхе Когда я был верховным священником этой земли, Мадиамской, и распоряжался жизнью и смертью людей Это ведь фокус? Камень, который ты раскрошил Обман Да Все вокруг обман Но я благодарен тебе Мои дочери для меня дороже всего Они все мое богатство И другого богатства мне не надо Это правда Мой отец был богатым человеком Я помню прекрасный дом, в котором мы жили Храм, в котором он служил Идолов А также людей, приносящих драгоценные камни и золото И он все это оставил? Почему? После смерти моей матери Он понял, что идолы, которым он поклонился, фальшиво Что боги не имеют сил В этом он прав Идолы фальшивы Но есть истинный бог, Сипфора Интересно Есть порядок вещей во вселенной, Иофор Откуда он, по-твоему, идет? Он идет от бога Что может знать человек о боге, столь могущественном, что мог сотворить все это? Ничего Мудрый человек, если хочет быть счастлив Должен довольствоваться любовью женщины Семейным счастьем И бескрайностью просторов Семейным счастьем Семейным счастьем Семейным счастьем Семейным счастьем Продолжение следует... Продолжение следует... Я Бог твоих предков, Бог Абрама, Исаака и Яка. Я увидел, какие невзгоды терпит мой народ, услышал его стон. Я выведу его из этой земли, приведу в землю, где текут молоко и мед. Я посылаю тебя к фараону Египту. Иди и выведи из Египта мой народ. Но кто я такой, чтобы сделать это? А я буду с тобой. Но если я пойду к израильскому народу и скажу, Бог ваших предков послал меня, и они спросят, как имя его, что я отсвечу? А я не Яголая, что значит сущий. Они не поверят мне и скажут, Бог не являлся тебе. С кем ты говорил? У тебя в руке дорожный посох. Брось его на землю. А теперь схвати змею за хвост. Делай так, и люди тебе поверят. Но я не искусен в разговоре. Я никогда не отличался красноречием. Я буду с тобой, когда ты будешь говорить. Я вложу красноречие в твои уста. Господи, прошу. Пошли кого-нибудь другому. Я дам тебе помощь твоего брата Аарона. Он будет говорить вместо тебя. Это не опасно, отец. Старый фраун давно умер. И дочь его. Та, что вытащила меня из Нилы, которую я называл матерью, тоже мертва. Я должен идти. Иди же. Та, что вытащили меня из ниші. Ко-ко-кдо мертва. Мои счастье. Райдон. Райдон. Это посох Авраама. Вы просите меня отпустить ваш народ. Говорите, что так приказал Бог, что Он могущественен. Докажите. Покажите мне свидетельство Его могущества. Возьми посох. И брось его на землю. Возьми посох. 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 Продолжение следует... 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 Смотрите на чудо Бога. Вы познаете гнек Божий. Очередное волшебство, Майсель. Возьми посох и ударим по воде. Возьми посох. Продолжение следует... 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 Да, они глупы и не поймут, что попали в ловушку. Продолжение следует... Как они смогут противостоять мощи наших солдат? Кровь невинного младенца взывает к отопщению. Убей их всех, мой царь. Кровь невинного младенца. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...